Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Великой Отечественной войны. Чествование анапчан в пансионате «Нива-1» организовали и провели тосовцы. Сейчас обо всем подробнее. Бархатный сезон у нашего города-курорта особенный. Мы готовимся встретить день рождения Анапы. Принимаем участников кинофестиваля «Киношок». Убираем, моем, репетируем. Одним словом, как радушные хозяева, ждем гостей. На «Аллее звезд» в сквере у здания администрации специалисты «Ремстроя» зажигают звезды. После чистки знаки особого уважения и признательности, заложенные в честь знаменитых артистов театра и кино, сверкают особенно ярко. Как гостеприимные хозяева мы хотим, чтобы наше уважение к талантливым актерам было заметно. В этом году организаторы фестиваля «Киношок» планируют продолжить традицию закладки «Звездной аллеи». Анапчане убирают, чистят и моют тротуарную плитку. К дню рождения город всегда готовят особенно тщательно, чтобы самим было приятно и чтобы приятно удивить гостей. Завершают предпраздничную подготовку сотрудники предприятия «Зеленстрой». Облагораживают клумбы с цветами, поливают газоны, подсаживают новые цветущие и декоративные растения. На театральной площади у Центра культуры Родина устанавливают сцену для проведения главного праздника – города-курорта. В эти дни в Сочи идет подготовка к главному экономическому событию года – Международному инвестиционному форуму. Наш город в числе постоянных участников этого престижного мероприятия. Сегодня анапчане завершили оформление выставочных стендов. Работу принял глава курорта Сергей Сергеев. Чем ближе открытие форума, тем активнее идет подготовка. Заполняется выставочная площадка, устанавливаются архитектурные макеты инвестиционных проектов. Апартамент-отель «Клифф» в миниатюре, три панорамных корпуса, бассейн, рестораны. Трехстороннее соглашение по этому проекту будет подписано завтра. В планах скрепить подписями договоренности как минимум по 11 крупным проектам. Накануне начала работы форума в Сочи прибыл глава Анапы. Сергей Сергеев осмотрел выставочный павильон города-курорта и экспозицию Краснодарского края, где в числе прочих районов и городов свои проекты представила Анапа. Заглянул Сергеев и к соседям, отметив форум – идеальная площадка для обмена опытом. Есть еще время решить организационные вопросы. Завтра ответственный день. В этом году на форум мы привезли 32 площадки, инвестиционно привлекательные и 26 инвестиционных проектов. У нас сегодня здесь представлено три архитектурных макета. Мы представляемся на двух экспозициях. Одна экспозиция муниципального образования Краснодарского края и одна экспозиция на стенде субъектов Российской Федерации. Сейчас такое активная подготовка, прорабатываем подписание соглашений. Самый сложный, самый активный день – это у нас завтра, 19 числа. Мы планируем подписать 11 соглашений. Уверены, что у нас все получится. И мы привезем значительную сумму инвестиций в город Бортон. Рабочий процесс не останавливается ни на минуту. И постепенно выставочные залы обретают завершенный вид. В этом году международный инвестиционный форум пройдет на территории самой большой конгрессно-выставочной площадки Краснодарского края – в главном медиа-центре. К событию приковано внимание сотен журналистов. Новости из Сочи разлетятся по всему миру. Митинг памяти погибшим в трех войнах прошел в сквере у мемориала «Три свечи». Участники памятной акции почтили память героев «Минуты молчания» и поблагодарили за сегодняшний мир тех, кто выжил. Жители Анапы собрались почтить память погибших в трех войнах. В руке каждого гвоздика. Если молодежь сдерживает эмоции, ветераны вспоминают минувшие времена и плачут. В подсчетном карауле десантники, казаки, курсанты кадетской школы. В сквере, где в честь трех освободительных войн горят три свечи, торжественно тихо. Сегодня уже 71 год прошло с того момента, когда Анапа была очищена от фашистской скверны. Я знаю, что много было искалечено судеб. Многие пришли инвалидами, но продолжали работать на благо нашей Родины. Молодое поколение должно помнить о том времени, о том лихолетии, когда наши деды и отцы отдавали жизнь на фронтах Великой Отечественной войны. В память погибших воинов отслужили панихиду, почтили героев минутой молчания. Даже самые маленькие участники митинга знают нелегкую цену победы. Им есть на кого равняться. Наши отцы, деды, прадеды с честью пронесли этот долг. И мы, молодое поколение, не осквернили слово чести деяния наших отцов и долг. Мероприятие завершилось торжественным возложением цветов. Алые пятна гвоздик будут напоминать о том, что безымянных героев не бывает. В преддверии Дня города и 71-й годовщины освобождения Анапа от немецко-фашистских захватчиков в пансионате Нива-1 честовали ветеранов Великой Отечественной войны, активных общественников, домовых и квартальных комитетов. Тех, кто делает наш город лучше и красивее. В уютном зале, который по традиции представляет директор пансионата Нива Александр Макаренко, ветераны и самые активные жители округа принимали поздравления от руководителей органов ТОС. Начальник управления организационной работы и по связям с общественностью Татьяна Завизион от имени главы Анапы Сергея Сергеева поздравила собравшихся и призвала их еще активнее участвовать в жизни города. Я знаю, что праздник, который происходит в вашем территориальном органе общественного самоуправления, он традиционен, что Юрий Борисович традиционно собирает активных жителей, правда же, да, и поздравляет, и чествует. Я думаю, что этим и ценит наш город и наши активисты территориального общественного самоуправления. Вам вообще всем большое спасибо. Ветеранов, активных общественников поздравили от молодежи Анапы. На празднике говорили о жителях, заслуживающих особое внимание, которые внесли значительный вклад в благоустройство и развитие города. Когда люди вот в такой обстановке беседуют, общаются с друг другом, их легче, допустим, на тот же субботник поднимать, на те же мероприятия по уборок, чистоте улиц, дворов там, жактовских или просто частных. И получается, что у них вот этот вот момент сплачиваемости, он всегда действенно сказывается в каких-то мероприятиях городских. Дарили в этот день и музыкальные подарки. Около 50 человек собрались за праздничными столами, чтобы услышать поздравления и наилучшие пожелания от руководства города. Это горожане, которым не все равно, какой будет Анапа завтра. Активисты благоустраивают территории, проводят развлекательные и патриотические мероприятия. А власти города всегда готовы помочь и поддержать активистское общественное движение. Продолжаем выпуск. Центр занятости в Анапе приглашает граждан России трудоустроиться в городе Сочи на объектах олимпийского наследия. На время проведения российского этапа Гран-при «Формула-1» и в зимний период. Дополнительную информацию узнавайте по телефону горячей линии 402-38 и у специалистов Центра занятости по адресу города Анапа, улица Калинина, 12А. И, внимание, работодатели. При трудоустройстве по направлению службы занятости населения инвалидов-колясочников возмещаются затраты на оборудование рабочего места. Сумма возмещения до 700 тысяч рублей. Предусмотрена компенсация затрат на зарплату инвалидов не более трех месяцев. Напоминаем, телефон горячей линии 402-38. Специалисты ведут прием по адресу города Анапа, улица Калинина, 12А, кабинет номер 6. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды. Салон магазина изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи! Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Продолжение следует...